Всем привет подписчики и зрители канала! Ну чё, как вы? Что у вас нового? Пишите обязательно в комментарии, мне будет очень интересно прочитать. События меняются каждый день, ежечасно можно сказать. Ещё вчера я думал вот так, сегодня думаю иначе, а завтра всё вверх дном и я буду вещать из какого-нибудь бункера. Кто знает, мы не можем смотреть наперёд. Хотя у господина Лидина на канале появляются люди, которые могут смотреть не только в завтрашний день, а в завтрашний год. Но мы, к сожалению, не относимся к касте тех самых неприкасаемых, поэтому живём одним днём и сегодня будем с вами разговаривать, что делать, как жить, чё покупать, чё не покупать. В общем, буду делиться с вами своими мыслями и напомню, что моё мнение субъективно, оно с вашим совпадать. Наверное, даже и не должно. Но если оно совпадает, то лайк, а если не совпадает, то дизлайк, пишите комментарии, будем общаться, отвечать на вопросы, которые вы будете мне задавать. Итак, начнём. Во-первых, ситуация с курсом. Вот сейчас я записываю видеоролик. Моя проблема, проблема моего канала в том, что видеоролик я записываю, например, 9 апреля, а будет он опубликован, например, 15 апреля. В связи с тем, что события развиваются стремительно, 15 апреля курс может быть совсем иной, и более того, он, скорее всего, будет отличаться от того, что я сейчас вижу. Но, тем не менее, вещи, которые я буду вам сейчас говорить, они, ну, будут применены пусть не 15-го к моменту публикования этого ролика, либо там 13-го, когда я его выложу. Но когда-нибудь тема эта, она, безусловно, будет иметь определённый вес. Итак, вы видите, что 2 недели назад за 1 бак спросили 115 рублей. Теперь вы видите, что за 1 бак спросят, например, 70 рублей. Что делать? 70, 60, 50, 30, 20, рубль, неважно. Есть такое понятие, как внутренний курс в стране и курс для, ну, какой-то международной торговли. То есть, есть внешняя экономика, есть внутренняя экономика. Суть в том, что вне зависимости от того, какой курс вы сейчас видите и вообще за сколько рублей ЦБ предлагает вам приобрести доллар, особенность-то в том, что вы его не сможете приобрести. Моим словам, есть подтверждение, которое вы можете проверить в любую минуту и в любой день. Зайдите, пожалуйста, на обменник BestChange и выберите пару. Например, вы хотите отдать, ну, предположим, даже не отдать. Вы хотите приобрести VIPMoney в МЗ, либо приобрести USDT. Это эквивалент 1 баксу. И, например, вы хотите отдать рубли Visa MasterCard. То есть, с левой стороны у нас Visa MasterCard, с правой стороны у нас USDT. И внезапно вы видите предложение обменников, видите, по какому курсу они считают, видите резерв и видите лимиты. То есть, самые выгодные предложения. Например, на момент записи этого видеоролика, когда официально курс 73 рубля за 1 бакс, обменники готовы продавать не 1 бакс, а 95 рублей. При том, сумма сделки от 900 тысяч рублей. Меньше этот обменник, он не прокручивает деньги. А какие-то, ну, скажем так, более доступные предложения, где суммы меньше, там, конечно, курс еще менее выгоден. Он там 98, 99, 100 рублей. От этого мы делаем простой вывод, что вне зависимости от того, какой курс внутри страны, и что вам все трещат и говорят, что ой, Россия делает какие-то действия, которые так или иначе отражаются на жизни всех вокруг, и все страдают. Это не только нам плохо, это всем плохо. Да, так оно и есть, наверное, но особенность в том, что в России страдают жители России, верхушки по барабану, ну, наверное, да. А где-то за границей я ни в коем случае там никого не стараюсь выгородить, кто-то лучше, кто-то хуже. Просто если страдает за рубеж, ну, представьте, нет газа, нет отопления, ну, наверное, от этого плохо всем. И начинают репу чесать абсолютно все. А мы знаем, что человек предпринимает активные действия и вообще, ну, выходит на какой-то определенно другой уровень, лучше, чем находился вот до момента каких-то событий, только в тот момент, когда он выходит из зоны комфорта. Так вот сейчас, как мне кажется, есть некоторые представители в России, которые находятся на очень классной зоне комфорта, им по барабану. Вот жителям России, им, да, вот у них нет возможности приобрести товары, обслужить автомобили и прочее, прочее, где брать деньги, все очень дорогое, качество-то подчас даже хуже, какие-то контрафактные, да, вещи, то есть там оплата за наличку, без гарантии. А некоторым представителям из верхушки им по барабану. А вот, например, если берем Запад, там всем плохо. То есть они покумекают, придумают что-нибудь и будут жить дальше. А тут, собственно, никаких изменений не будет. Будет в лучшем случае стагнация. Поняли? Разобрались? Идем дальше. Что делать, если у вас есть автомобиль? Наверняка у немалой части моих зрителей, вот этого видеоролика и в целом канала, я не думаю, что я вещаю для детей десятилетних, потому что, ну, наверное, есть темы, которые интересны и им в том числе. Я ни в коем случае не против десятилетних детей. Просто дети десятилетние, поймите правильно, опыта жизненного у вас, ну, как минимум, может быть в два, в два с половиной раза меньше, чем у человека, которому 25 лет, 30 лет, даже 20 лет. Соответственно, выводы, которые может делать этот самый человек, они, ну, будут так или иначе более-менее соотноситься с действительностью. Когда у тебя в голове пусто, и когда ты задаешь вопросы и получаешь ответы только с одной из сторон, вот ты становишься таким человеком без собственного мнения. Ты разгоняешь какие-то популистские темы. Когда ты с возрастом понимаешь, что на любой вопрос есть несколько точек зрения, существуют разные точки зрения, говоришь ты, вот, значит, собственно, для тебя этот видеоролик, возможно, я и создаю. Итак, у тебя есть автомобиль, тебе нужно его обслуживать. Черт с ним, с маслом, с фильтрами. Мы все прекрасно понимаем, автомобиль штука такая, которая, блин, ломается даже от того, что стоит. И я сейчас не про Волгу говорю, вы все знаете видеоролики про Land Rover. Что там с ним было, что там с ним будет, часть роликов записана. Там вообще вакханалия полная происходит, потому что ролики, которые я записывал по нему, они публикуются спустя аж два месяца, потому что вот у меня стояла задача быстро его поднять. Я роликов наклепал, ну а ты же не будешь выпускать каждые три дня новый видеоролик. Ну, никому будет неинтересно. Соответственно, у меня есть загашники, еще пару видеороликов, которые были отсняты давным-давно. И вот последний видеоролик с обзором Land Rover, там в комментариях люди начали писать. А что ты хочешь-то? Вон какие цены высокие. И ты объявляешь высокие цены, так цены-то в связи с подорожанием. Нет, это цены вообще до подорожания. Я когда записывал этот видеоролик, я не знал о том, что будут такие события, вот какие, собственно, произошли. Я бы обязательно об этом опомнился, потому что эта машина, это пылесос денег. А в текущей действительности это не то, что пылесос, это финансовый отсос. Что делать с автомобилями? Ремонтировать их сейчас. Не ремонтировать их. Обслуживать где-то, искать запчасти. Либо не искать запчасти. В общем, к сожалению, на эту тему, ну, можно достаточно долго беседовать, и однозначного ответа нет. Потому что все всегда зависит от того, какую сумму вам объявили за обслуживание. И все зависит от того, насколько критична ваша проблема. Понятно, если вам необходимо заменить масло, говорить вам о том, что нет, ездите на старом масле, либо старайтесь совсем не ездить, это бред-бредски вообще. Потому что, ну, допустим, вы до этого покупали масло, как я, Liqui Moly. Оно стоило 5000 рублей за 5 литров. Ну, примерно, да, там, 4300-4600 можно было выкружить. Можно и дешевле было взять. Сейчас оно стоит 9000 рублей. Какой вариант? Ну, не покупать это масло. Но купить другое масло, которое под опуском соответствует, которое, ну, наверное, в каком-то смысле чуть хуже, хотя по маслу сложно, да, нужно на Oil Club смотреть сравнение, понимать, насколько лучше, хуже, какой-то там анализ, да, проводить. Ну, грубо говоря, в вакууме взять что-то типа того, но за деньги, которые были раньше, либо немножко подороже. Я не говорю сейчас покупать Liqui Moly. Вот в BMW-шном клубе ходят шутки, что еще год назад, если бы кто-то сказал, я лью себе Liqui Moly в BMW, все закидали бы его, я уж не знаю, чем его там закидывают, ну, наверное, чеками закидывают. Ну, типа шутка, да, поняли? Сейчас же на полном серьезе, особенно старенькие BMW по типу E36, E46, которые особенно в таком состоянии, что поднял с колена, он снова упал, наверное, есть смысл заливать тот самый Liqui Moly. Особенность-то в том, что Liqui Moly тоже стоит денег. Типа полусинтетика стоит 2500 рублей, синтетика стоит там 3300, 3200. Можно найти чуть дешевле, но есть масла, как вот я купил недавно, по типу бордаля, которые можно найти на ZZAPE там за 3600. 4 литра, то есть ровно столько, сколько мне нужно. Не на F30, а там на другую машину. О ней видеоролик тоже будет, вы увидите потом, и, возможно, вам понравится проект номер 2, который будет совсем небольшим, такой очень локальный. Я надеюсь, что он будет локальный, и там тоже очень интересные вещи расскажу. И когда ты начинаешь сравнивать, типа полусинтетика 2500, синтетика 3200 от такого себе производителя, а тут бордаль, который 3500, 3600, там какой-нибудь Mobile 1 тоже где-то суетится. Короче, если есть у вас время немножко посуетиться по поводу партномеров и пробить по низким ценам, я рекомендую вам, увидели низкую цену, возьмите 2-3 баклажки, потому что вот вы сейчас видите примерную стоимость запчастей. Особенно, когда вы заходите на агрегатор запчастей, и у вас там различные варианты, различные сроки поставки, и вы видите некое плато. То есть все то, что было раньше по цене, например, все, что стоило 1000 рублей, сейчас стоит 2000 рублей. Вангую, что дешевле не станет, дороже, скорее всего, тоже не станет, потому что вот те запасы, которые сейчас продают, их продают с учетом того, что, ну, например, я купил за 500 рублей, продаю за 2000, а раньше его продал за 800 рублей. Почему за 2? Потому что сейчас я могу в закупе взять аналог этой херни за полторы. Соответственно, я хочу заработать с продажи вот предыдущей херни, что-то в карман отложить, и чтобы денег хватило на покупку еще новой херни. Ну, вы поняли, да? Стандартная бизнес-модель, она работает абсолютно везде. Почему плато? Потому что, ну, все плюс-минус понимают стоимость закупа, вне зависимости от сложностей с логистикой. Я думаю, с логистикой прям совсем каких-то супер проблем не будет. Они и сейчас уже есть. И вот то, что мы видим, если, короче, вы приходите в дилерские центры, и вам говорят за ваше обслуживание, за обслуживание вашего авто, давайте нам, пожалуйста, 25 тысяч рублей, и там указана замена масла и фильтра, шлите этот сервис подальше, покупайте масло подешевле, фильтры можете взять по типу фильтрона, тоже очень ничего, и меняйте масло, как цивилизованный культурный человек. Не раз 15 тысяч. Если у вас трассовый пробег раз 10, если у вас городской пробег раз 7, а лучше всего заморочиться по моточасам. Если у вас что-то пушка-гонка, то вообще раз в 5. Ну, вы сами прекрасно знаете, и без меня на каких интервалах что нужно менять. Поэтому всегда сравнивайте цену. Я бы не стал обслуживаться за 25 косарей. Не за 25, не за 30, не за 40, не за 50. Это мы говорим о каких-то базовых ремонтах. Если у вас что-то более серьезное с двигателем, какие-то проблемы, нужно понимать, насколько ваш двигатель популярен, потому что далеко не все поставщики подняли цены на запасные части. Если у вас двигатель какой-нибудь бородатый, который ломается раз в век, но у него есть запчасти, которые аналог, например, от каких-нибудь более популярных двигателей, более популярных марок, наверное, есть смысл купить запчасти или, по крайней мере, чекнуть что там по ценам. Потому что, скорее всего, цены не сильно изменились. А вот после того, как вы купите все, что вам необходимо, везде у поставщиков будет по нулям, они такие, угу, нужно положить на склад, пробивают цену. Там, например, стоимость закупа даже выше, чем та цена, по которой вы, собственно, приобрели. Такое практически не может быть. Все обычно проверяют цены, но все варианты, любой подход, все индивидуально. Я вас уверяю. Вот в данный момент я восстанавливаю двигатель М40Б18, BMW-шный, и часть запчастей по типу комплекта ремня ГРМ получилось взять очень выгодно, при том на шару. Просто сортировал по цене, увидел, о, 7500 рублей купил, сейчас это все стоит десятку. То есть, в конечном итоге, понятно, да, что ты, когда сравниваешь два подхода, то есть, подход, когда ты экономил, и подход, если бы ты все покупал, просто там не глядя, у тебя разница там в 15-20 процентов. На круг это там либо 50 тысяч рублей, либо там, ну, например, там 60 тысяч рублей. То есть, по сути, разница не такая уж и большая, но мы сейчас живем в то время, когда необходимо экономить деньги. Следующий очень немаловажный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это снижение покупательской способности россиян. С чем это связано? Вы все прекрасно знаете, когда курс у нас полез вверх, все такие, ох, я, что делать? Я буду покупать С-классы 98-го года за 500 тысяч рублей, и буду их поднимать. Новые автомобили, ну, кому-то повезло, кому-то не повезло. Кто-то с огромной наценкой взял, кто-то с колоссальной наценкой взял, кто-то вообще не взял. На вторички цены начали меняться. Я начал поднимать цены на машины, вот у меня две машины в продаже, и BMW вообще улетела в цене, но потому что рынок улетел. И по ней тоже есть отклики. Самое, что интересно, я просто, ну, в данный момент отрезаю все входящие предложения, потому что, ну, мне пока неинтересно продавать. Просто мне не важна стоимость, за которую я смогу продать автомобили. Мне важно то, что я смогу приобрести на эти деньги. А на эти деньги я смогу приобрести барабан. Ничего я не смогу. И буду вот так вот дрын-дрын-дрын каждое утро сидеть, барабанить в надежде на чудо. Вызывать дождь, как говорится. И на текущую ситуацию можно смотреть по двумя углами. Понятно, если вы повелись на вот эту вот волну, вы начали скупать все, что вам не нужно, вы начали тратить свои деньги и действительно купили какую-то хрень, просто начали скупать какую-то хрень. Не то, что там реализовать, да, очень легко и просто. Это вы не хрень купили, это вы выгодные деньги вложили. А начали покупать то, что в обычное время, ну, вам нахрен было бы не нужно. То, сожалею, тут я не могу вам ничего посоветовать. Выставляйте на продажу вот эту самую хрень и надейтесь, что следующая волна захлестнет и вас и там будет паника и люди будут думать, вот теперь-то точно ничего не вернется. И следующая волна, я думаю, что она будет. Я думаю, что люди также будут пытаться распихивать свои деньги. Я думаю, что она будет не хуже первой. Она, по идее, должна быть более сильной, но просто запасы финансов-то у людей не бесконечно, нужно понимать. И, наверное, если ситуация повторится, то есть у нас будет там 120, 130, 150 рублей за бакс, а я не исключаю, что такое будет. Более того, я уверен, что будет повышение курса и, конечно же, в случае повторного повышения, а нам, вот как пример, показали криптовалюты некоторое время назад, спрос будет очень большой, будут скупать все подряд. Что вам делать вот в данный момент, когда вроде бы как на вторичном рынке есть некоторые предложения, очень даже интересные, цены роняют. Люди почему-то, я не знаю почему, начинают успокаиваться, хотя предпосылок ноль, вообще ноль, абсолютно. Ничего не поменялось в верхушке, вообще ничего. Есть какие-то маяки, да, по типу там укрепления курса рубля, вот именно его какой-то серьезности, стойкости в отношении к баксу. И, ну, люди такие, я патриот, я верю в чудо, и почему-то начинают расслабляться, снижают цены на автомобили, на технику, да, которую они покупали. Пользуйтесь моментом, мой вам совет, демпингуйте, покупайте, скупайте у этих болванов все, скупайте ноутбуки. Я купил Nintendo Switch. Я говорил, нахрена вам Nintendo Switch, если он не взломан? Я покупаю невзломанный Nintendo Switch, ну, не то, что за копейки, но очень задешево, типа Switch Lite 10 тысяч рублей, а Switch обыкновенный, купил за 14 с половиной тысяч рублей, по-моему. И буду дальше скупать. Если вы верите, если вы верите в то, что будет чудо, и будет все прекрасно, и у нас курс будет 30 рублей, и вы вот возьмете, и действительно сможете купить себе машину, которая у америкосов 150 тысяч баксов за полтора миллиона, руку жму, желаю удачи. Возможно, я буду неправ, и вы будете богачи. Все, что угодно может произойти, но я вам вот сейчас советую. Вот серьезно, я всегда действую по одному принципу. Все, что не происходит, так или иначе, я стараюсь оборачивать себе в плюс. У меня есть ноутбуки, несколько ноутбуков, есть компьютер, я покупал квадрокоптеры, телефоны. Все, что касается электроники, это очень несложно реализовать. Вопрос цены. Но нужно понимать, что есть рыночное предложение. Сейчас вы скупаете, грубо говоря, чуть-чуть ниже рынка, и вам продать с хорошей маржой нет возможности. Подождите 3-4 месяца, подождите год. Ну, лично я, лично я не верующий в какие-то светлые времена, да, поэтому мой вам совет. Скупайте у этих болванов все. Хотите вы машину? Ну, пожалуйста, разбирайтесь, идите, покупайте обязательно. Хотите, но машина, видите, это, конечно, тоже тот еще пассив, на самом деле. Она должна быть полностью обслужена, чтобы иметь и радоваться. Необходим вам компьютер? Покупайте. Необходима вам фототехника? Пожалуйста. Вот все, что вам нужно, в данный момент идите и покупайте. Самое то время, чтобы набирать товары. Просто берете на сортировке Nintendo Switch во всей России галочку с доставкой. Всем пишите, приветствую, отдадите за минус 20% к цене. Делайте и просто ждите реакции. Отдадут хорошо, не отдадут. И хрен на них, пусть не отдают. Мне так же пишут. И хрен на меня, если я кому-то не отдаю дешевле. И хрен на тех, кто не отдает. Это рынок, это нормально. Можно сколько угодно бомбить, что вот, меня достали эти перекупы, у меня то, у меня это все. Я последнюю Nintendo Switch брал в ломбарде. Ее кто-то заложил, я ее выкупил. И когда я ее получал, пара пришла. Не могу сказать, что молодая, не молодая, неплохо получается возраст оценивать. Ну, допустим, им было там к 30 годам. И они пришли сдавать крупс. Вот это не кофемашина, это капсульная кофемашина, надо так правильно будет сказать. Когда вы покупаете капсулу Dolce & Gusta, вставляете, воду заливаете, нажимаете на кнопку, у вас вот некий напиток, да, кофе мало имеет общего, ну, какая-то вот сладкая хрень. Неплохо, нехорошо, просто, суть-то в чем? Эта хрень новая, 104 тысячи. На Авито она стоит тысячи две. И вот они ходили с ней, и заходят в ломбард, говорят, вы у нас готовы это принять? Им говорят, да, готовы, полторы тысячи рублей. Они говорят, нет, нам нужно две тысячи рублей здесь, и сейчас, во что бы то ни стало. У девушки какой-то доисторический айфон с разбитым экраном, у парня я не обратил внимания. Ну, так, просто стал невольным свидетелем. И ради полутора тысяч люди тратят свое время, идут в ломбарды, сдают вот эту абсолютно ненужную бесполезную хрень, которую я вообще не понимаю, как реализовать. Типа, она бэушная, нахрена это кому-то нужно покупать? Ну, вот, в данный момент, например, ну, я бы, я бы ни за сколько не взял. Типа, мне сказали бы 100 рублей, я бы сказал, нет, ну, потому что это не реализовать, это невозможно реализовать. Если полторы тысячи предлагают тебе, круто, вообще, вот, двумя руками вот так схватил, пожал, побежал. Я вот, и поймите правильно, да, сейчас вы говорите, вот, задолбали вот эти предложения, я выставил за сто тысяч, предлагаю тысячу, да как они, да как я, игнорируйте, не отвечайте, много кто мне не отвечает, я много кому не отвечаю. Это нормально, это рынок. Нужно понимать, что эти предложения не с пустого места берутся, это знаете вот, почему люди ездят по обочинам, потому что они экономят время за счет других, и рано или поздно их впустят, они будут быстрее вас, вы можете крыть обочину, вы можете мешать, вы можете злорадствовать, ага, карма настала, менты его остановили, ему по барабану, он проехал 20, 30, 40, 50, 100 машин, какой-нибудь водитель фуры его там закрыл, он взял как-то его обогнал, дальше поехал, штраф заплатил, дальше поехал, может не заплатил, неважно, то есть ну вот эта история, она в любом случае выгодна, перекупом выгодно вам писать о том, что куплю за косарь, то что вы выставили за 10, потому что это стреляло, это работало, я сам сталкивался с тем, что кто-то что-то продавал, например за полтос, я говорил на шару, куплю за 35, мне говорили, если сегодня заберешь, отдам, типа рынок этой херни может быть 55, а я там за 35 купил, круто, вообще, поэтому вот, поймите меня правильно, можете без лайками завалить, это нормально, есть публичное мнение, есть мнение, когда ты сам с собой вот сидишь на диване, отдыхаешь, с мыслями собираешься, если ты вот сам себе начнешь задавать эти вопросы, ты поймешь, что Денис-то прав, Денис херни не скажет, а публично в комментарии, когда ты зайдешь все, о, да ты чего себе, ничего, так нельзя делать, да вот, если бы вот эти вот дилеры автомобильные, не получали дохода от покупателей, если бы мы все объединились, и перестали покупать машины, цены бы на эти машины, они уронили, потому что денег бы не получали, так вот оно не работает, есть публичное мнение, есть какое-то свое, публичное мнение, это стирать номера, это плохо, какие-то выгодные предложения, при помощи демпинга выбивать, закупаться, когда ты приходишь в магазин, видишь реально выгодную цену на одну позицию, ты понимаешь, например, даже по продуктам, я потребляю вот этих самых позиций, две штуки в месяц, возьму 25 штук, и общественное мнение, да нахера тебе 25 штук, ты сам создаешь дефицит, да людям по барабану на вас, по барабану на тех, кто думает, что номера стерты, что по обочинам ездить плохо, что 25 штук, это слишком много для тебя одного, по барабану, что там 4 свеча, это много, 25 машин, это много, по барабану, что ты считаешь неправильным предлагать 10 тысяч за вещь, которая стоит там у тебя за 30, людям на это наплевать, я не говорю, что мне как-то, да, там по барабану, я просто говорю, что вот это мнение, оно вот собственно такое, вот, ролик получился супер долгий, я знаю, что вы не смотрите такие длинные ролики, но если я выхожу на связь, я просто не могу быстрее выражать свои мысли, в общем-то, тем не так много, тем осталось еще более, чем достаточно, поэтому если вот эта история зайдет, а давайте-ка знаете, что я сделаю, вот сейчас у нас 9 апреля, 10 апреля этот видеоролик выйдет, я, блин, вам обещаю, а там уже дальше будем смотреть, стоит ли что-то еще записывать, всем спасибо, всем пока.